теперь давайте поговорим о том как соединить два кончика нити если мы с вами вяжем из бобинной пряжи то это однозначно одна ниточка у нас и мы обрываем нить только в самом конце вязания присоединяем к рукавам по отдельности то есть надо заправить только конечные хвостики там где мы закончили уже резиночки ну либо обработку до низа рукавов и низа изделия также на горловине и два хвостика будут у нас на рукавах все а если вы вяжете из моточной пряжи то соответственно вот этих вот соединений будет больше и если мы начнем завязывать узлы то соответственно нам потом придется прятать какие-то хвосты тратить на это время согласитесь никто этим заниматься наверно тоже не любит и не желает и так значит когда нам нужно соединить пряжу если это шерстяная пряжа тут вообще все легко я еще вам добавлю один ролик по по шнурковой пряжи вот по шерстяной пряжи я вам покажу то есть так наверное не получится с хлопком но хотя смотря какое переплетение ниточек можно попробовать с хлопком с льном с шелком вряд ли то есть нам надо с вами разделить все вот эти вот ниточки которые есть в переплетении нити отделить их вот так вот друг от друга вот у меня уже есть отделенные ниточки с одной стороны мы отделяем нитки и на противоположном кончике с которым нам надо будет соединяться точно также разделяем все нитки теперь нам понадобится какая-нибудь щеточка может это вот такая может быть зубная щетка неважно наша задача теперь распушить все вот эти вот разделенные хвостики мы это будем вот так вот делать немножко надо поднять те волокна которые у нас скручены вот в этих ниточках вот так стараемся разделить их друг от друга и причесать дальше вот у меня здесь пять ниточек бывают под две по три по четыре примерно половину то есть вот из этой нитки я убираю две прям вот так вот вырывая их важно чтобы и кончики и здесь все надо отрывать не обрезать должны быть такие вот рваные хвостики с этой стороны можно тоже 2 можно 3 убрать вот это лишнее и ниточки мы складываем друг напротив друга то есть изначально мы с вами расщепляли их примерно одинаковой длины и я теперь вот складываю вот эти вот нитки друг с другом кладу их на ладошку берем воду и начинаем откручивать крутим в одну сторону на влажной ладошке влажными пальчиками вот в итоге у вас ниточки друг с другом сваливаются сцепляются вот этими тонкими волокнами которые мы с вами приподняли и получается единая ровная ниточка никаких узлов в этом случае у вас не будет нитка хорошо будет держаться никаких хвостики ниоткуда никогда не выпадут не вылезут все это вы провяжите у вас будет единое ровное полотно вот таким образом соединяем ниточки состав которых входит шерсть